Феноменальный успех слова пацана сделал все, чтобы у вас не было шансов спрятаться от популярности сериала. Все обсуждают сам проект и анализируют, кого же он обогнал в рейтингах клан Сопрано, игру в кальмары и так далее. Ну а некогда опасный криминальный термин чушпан, так вообще стал бытовым мемом. Конечно слово пацана перегрели, но сюжет там действительно дико увлекательный. Впрочем некоторые его повороты было видно издалека. Так, смерть одного из важных персонажей, в середине сериала предчувствовали, наверное вообще все насмотренные зрители. Кто же это был? И когда стало понятно, что герой обречен? Осторожно. Дальше пойдут тяжеленные спойлеры одной из сюжетных линий. И не говорите потом, что мы вас не предупреждали. Стало известно, чем закончится сериал слово пацана. Основные моменты финальной, восьмой серии слова пацана. Кровь на асфальте. Марат начинает поиск Колика, который изнасиловал Айгуль, сотрудничает с милицией. Бывший участник ОПГ «Универсамовский» Кирилл раскрывает милиционеру, что Адидас-старший убил Желтого, а пистолет Турбо подкинул Марат. Коневич предлагает Марату стать комсомольцем, чтобы помочь в поисках насильника Айгуль. Адидас-младший в итоге соглашается. Сестренку Андрея, пальто. Юлю забирает к себе инспектор по делам несовершеннолетних, Ирина Сергеевна. Она оформляет опеку над ней и планирует сделать то же самое с Андреем, поскольку он несовершеннолетний. Марат встречается с Андреем, сбежавшим из милиции. Андрей обвиняет его в том, что он кинул своих. Марат отвечает С, хрена ли они свои-то. То, что живут со мной на одной улице. И что они сделали эти свои. Затравили ее, Айгуль Прим. Редакция. Что она, совершила суицид. Это не свои. Это сволочи. А сволочей надо наказывать. Есть закон выше, чем пацанский. Начинается драка между главными героями. Побеждает Андрей. Адидас-страший признается отцу, что убил человека и ранил двух. Говорит, что уезжает с невестой в Гагру, город в Абхазии. В это время медсестру Наташу выгоняют из дома за то, что она привела в дом убийцу Желтого. Адидас осознает, что жизнь всегда всех наказывает, и предлагает Марату жить дальше. Адидас-младший обвиняет брата во всем, что случилось с Айгуль, начинает избивать его. Адидас-старший ждет свою возлюбленную медсестру Наташу в поезде. Она приходит. Адидас выходит покурить, с ним сталкивается незнакомый мужчина и ранит его ножом. Адидас падает с кровотечением, Наташа зовет на помощь, но он теряет сознание. После титров показывают кадры молодых людей в тюрьме, которые поют «Седую ночь». В это время на фортепиано играет Андрей.